Победить, несмотря ни на что, смогли юные хоккеисты из Тавричанки. У них нет своего льда для тренировок, но это не помешало им взять Кубок Губернатора. О спортивном азарте Данил Макарычев. Чуть солнце встало, эти мальчишки уже на льду. Несмотря на то, что одержали победу в новогоднем турнире на Кубок Губернатора Приморского края, тренировки никто не отменял. Для них это первая крупная победа на таком турнире. Да власть тяжело. Выходить играть пришлось на большой лёд в пяти сафарены. Площадки, где выступают звёзды континентальной хоккейной лиги. Было, как будто ты скоро таким же станешь и так же будет тебя встретиться. Этой победой в Тавричанку начали возвращать былую славу. В советские времена посёлок гремел на весь Дальний Восток. Здесь были команды не только по хоккею или футболу, но и по другим видам спорта. Сейчас вся надежда на молодое поколение. Спорт снова популярен. Спорт вообще надо развивать. Хоть хоккей, хоть футбол. В посёлках особенно, я думаю, что надо больше развивать, чтобы дети не ходили по подворам, не скитались, собак не гоняли, ни пива, ни сигареты, чтобы спортом занимались. Эта площадка многофункциональная. Зимой хоккей, летом футбол, баскетбол, волейбол. Спорт доступен каждому. Объект находится на территории школы. Но сюда может приходить любой житель посёлка. Занятость населения и отдых, и объединяет это всё, и укрепляет здоровье. Поэтому мы очень рады. И уже третью зиму подряд вот этот стадион, он без внимания не обходится, ни детей, ни взрослых. Все рады и довольны. Плюс уроки физкультуры на свежем воздухе, это тоже очень замечательно. Гостеприимством как раз и пользуется Таврия. Своей площадки нет. Повышать мастерство приходится на чужом льду. Однозначно на пятой школе, на территории, будет построен плоскостной этот объект. Объект, он находится уже на территории школы. Он хранится должным уровнем. И я так думаю, что 1 сентября ребята увидят. И если ребята занимаются занимать первое место, они должны увидеть это воочию. Помимо Тавричанки, новый стадион получат и в раздольном развитии спорта в сельских территориях. Одна из задач, поставленных Владимиром Путиным. В ближайшее время ожидается возрождение сельских спортивных игр. Данил Макарычев, Максим Обсеев и Павел Грушко. Панорама.